МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости на восьмом, а значит, ближайшие полчаса. Все о главных событиях жизни Владивостока. С вами я, Юлия Рокотская. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Глава Владивостока поручил усилить контроль за содержанием пляжей, особое внимание к деятельности веревочников и незаконной торговли. Я не поленился, поднял справку, сколько его прибоя заплатила налогов. В 2017 году 20 800 рублей НДФЛ составил. Это означает, что у вас работает один человек, а на зарплате 9 тысяч рублей. Бриллиантовая принцесса вновь зашла во Владивосток на борту океанского лайнера свыше 2000 туристов из Японии. Мы собираемся прогуляться по городу, и мы очень хотим увидеть здешние старые дома, старые здания и затем вернуться на борт. Книжный маркет устроили на спортивной набережной. Любители моря написанных слов смогли найти здесь не только издание на любой вкус, но и поэтическое прет-а-порте. В литературе современной практически нет жанра поэмы, и я очень рад тому, что и у меня получилось это сделать, и получилось это в итоге оформить в виде книги. Также в выпуске. Работающим пенсионерам поднимут пенсию. Перерасчет ждет тех, за кого работодатели платили страховые взносы. И еще расскажем. Осенне-летние гидравлические испытания стартовали во Владивостоке. Без горячей воды остались порядка 40 улиц. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по делу о банкротстве дальневосточного морского пароходства головной компании транспортной группы «Феско», входящей в группу «Сумма», сообщает РИА Новости. Дело о банкротстве было возбуждено в апреле по заявлению управляющей компанией Арсагера. На предыдущем заседании ДВМП подало ходатайство о прекращении производства по делу. Представитель ДВМП тогда заявил в суде, что компания является субъектом естественной монополии на транспорте. И для таких предприятий установлен особый порядок банкротства. Суд решил ходатайство удовлетворить и прекратить производство по делу. Напомню, 31 марта Тверской суд Москвы арестовал Магомеда и Зиевудина Магомедовых, совладельцев группы «Сумма», в которую входит «Феско». Магомедовых подозревают в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на сумму 2,5 млрд рублей. В августе увеличится размер пенсии для 150 тысяч приморских пенсионеров. Это работавшие в 2017 году граждане, получающие пенсию по старости и по инвалидности. Данная корректировка является ежегодной. Размер прибавки зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2017 году, то есть от суммы, уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Между тем, в Приморье пенсионеры с низким достатком имеют возможность получить региональную доплату к пенсии. Сегодня эту меру социальной поддержки получают 64 тысячи жителей края. С начала года на эти цели направлено почти 840 млн рублей. Региональная доплата выплачивается неработающим пенсионерам, ежемесячный доход которых ниже установленного в регионе прожиточного минимума. Разница между ним и фактическим обеспечением человека и составляет доплату. На нее также могут претендовать дети, потерявшие родителей, инвалиды детства и те, кто лишился здоровья, не успев заработать необходимый стаж для более высокого размера пенсии. Виталий Веркиенко продолжает проверять пляжи и места массового отдыха во Владивостоке. Глава краевого центра изучает, как арендаторы территории используют выделенные им участки, как ведут свою деятельность и исправно ли платят налоги. Так мэр проинспектировал излюбленные места отдыха «Токаревскую кошку», «Пляжи Кунгасный» и «Змеинку», работой которой глава Владивостока остался недоволен. Подробности у Светланы Садовой. «Токаревская кошка», «Мыс Кунгасный» и «Змеинка». Глава Владивостока Виталий Веркиенко продолжает проверять пляжи и места массового отдыха во Владивостоке. Главная цель подобных рейдов – проверить, как арендаторы территории используют выделенные им участки, как ведут свою деятельность и исправно ли платят налоги. Я не поленился, поднял справку, сколько его прибой заплатило налогов. В 2017 году 20 800 рублей НДФЛ составил. Это означает, что у вас работает один человек, а на зарплате 9 000 рублей. Инспекция началась с одного из самых живописных мест отдыха – пляжа на Токаревской кошке. Здесь всегда много горожан и гостей приморской столицы. Из-за состояния дна место непригодно для купания. Арендатор пояснил, что прибрежная территория разбита на три условных зоны отдыха. Пройти пешком к морю могут все желающие совершенно свободно. А вот за пользование шезлонгом или зонтиком придется уже заплатить. Вы понимаете, для чего предоставляет город пляжи в аренду? Совершенно верно. Для того, чтобы арендаторы, выполняя честные обязанности по договору, построили места отдыха, соблюдали тут безопасность, комфорт, отдых для жителей города. Территорию этого пляжа передали в аренду 17 лет назад для строительства центрального городского пляжа. Однако за этот срок построили мало, считает Виталий Веркиенко. Поэтому организацию места массового отдыха глава оценил удовлетворительно. Сегодня арендатору необходимо предоставить концепцию развития излюбленного места отдыха жителей и гостей города. Оно выглядит странно. Все муниципальное имущество должно передаваться на конкурсной основе, либо на условиях концессии. Вопросы добросовестной уплаты налогов возникли и к арендатору Кунгасного. Здесь за аренду пляжа платят 1600 рублей в год. Хочу ознакомиться с вашим перспективным планом. Я услышал, что у вас появился японский инвестор. Поэтому познакомьте меня с планами по развитию в графической форме и во временных рамках, когда вы планируете это сделать. Арендатор доложил, что уже сейчас есть японский инвестор, который готов вложить средства в развитие территории. Здесь планируется построить гостиницу, круглогодичный водный центр и благоустроить территорию. Глава города по итогам визита на Кунгасный поручил специалистам профильных управлений администрации города разобраться во всех вопросах, связанных с арендой данного участка, в том числе и размере арендной платы. На пляже в районе бухты Улис можно не только бесплатно позагорать, но и помыться после отдыха в душе. Арендатор также рассказал, что в местном кафе всегда бесплатно готовы накормить людей с ограниченными возможностями. Между тем, проверки муниципальных пляжей и мест массового отдыха будут продолжены. К тем, кто не примет необходимых мер и не устранит все замечания, примут соответствующие меры. Светлана Садовая, Новости на Восьмом. Разрушенные временем лестницы ремонтируют во Владивостоке. Новые железобетонные конструкции с поручнями появятся в этом году по 85 адресам. Работы по восстановлению уже ведутся в районе остановки Геодезическая на улицах Сабанеева, Аллилуева и Верхнепортовой. Рабочие демонтируют старые марши и ступени, готовят базу под устройство щебеночного основания, монтируют ступени с укреплением откосов, бетонируют монолитные площадки. К слову, на Аллилуева уже монтируют леерное ограждение. Подрядные организации, выполняющие ремонт, работают по строгим правилам. Прежде всего, должны быть использованы качественные материалы, соблюдены строительные нормы, выполнено водоотведение и сделаны леера. За качеством выполнения работ следят специалисты администрации Владивостока. Энергетики приступили к осенне-летним гидравлическим испытаниям. Это итоговая проверка магистральных трубопроводов перед отопительным сезоном. Так, до 6 августа без горячей воды остались жители части Первореченского и Ленинского районов, получающие тепло от ТЭЦ «Восточная». Это адмирала Кузнецова, Юмашева, Жигура, Красного Знамени, Ладыги, Нанейбута и ряд других. Всего под ограничение попали порядка 40 улиц. Жители города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточняют, что следующий этап пройдет с 13 по 20 августа. Без горячей воды останутся жители Фрунденского, части Ленинского и Первореченского районов, получающие тепло от ТЭЦ-1. В эти даты проверят и Голдобинскую теплотрассу, поэтому услуги не будет и у жителей Первомайского района, которых обслуживает ТЭЦ-2. Визовые центры Владивостока оказались под угрозой закрытия. Новые поправки в закон создадут невыполнимые для компании условия, сообщает издание «Золотой рок». Так, визовые центры столицы Приморья могут закрыться наряду с другими, в России заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Это связано с принятием поправок в закон о порядке выезда и въезда в Россию. В частности, становится обязательная аккредитация всех компаний и организаций, которые выступают как посредники услуг при оформлении виз. Чтобы получить аккредитацию, визовые центры должны будут соблюсти ряд условий и требований, которые на сегодняшний день для них невыполнимы. Например, это касается доли иностранного участия в уставном капитале действующих операторов визовых центров. Сегодня во Владивостоке работают визовые центры Испании, Италии, Канады, Японии и других стран, а также единые визовые центры. Более того, столица Приморья насчитывает самое большое количество консульств на Дальнем Востоке, и сюда, чтобы оформить визу, приезжают люди со всего региона, а также с запада страны. В Приморскую столицу спустя три года вновь зашло одно из крупнейших круизных судов мира – лайнер «Даймонд Принцесс». Бриллиантовая принцесса пришвартовалась у причала морского вокзала. Судно пришло из японского порта Хакодате, а далее следует Ваомари. На борту судна свыше двух тысяч пассажиров из Японии. Подробнее о визите трансокеанской красавицы расскажет Евгений Черемухин. На этот раз принцесса прибыла из японского порта Хакодате. Судно прошло под русским мостом и пришвартовалось у причала морского вокзала рано утром. Но иностранные туристы Тихоокеанского лайнера поспешили выйти и поздороваться с Владивостоком, его жителями и, конечно, журналистами. Все они с готовностью делились своими планами на Приморскую столицу. Мы сегодня просто пойдем по рынкам, купим чего-нибудь на память, чтобы запомнить что-то о самой стране. Ну и о городе. Да, и тут довольно мило. Мы собираемся прогуляться по городу, и мы очень хотим увидеть здешние старые дома, старые здания и затем вернуться на борт. Это мое уже третье по счету путешествие в Россию. Я здесь, чтобы увидеть музей на подводной лодке и покататься на поездах. Я люблю рельсовый транспорт, это будет здорово. Рядом с причалом им устроили торжественную встречу. Отдельного внимания гостей из-за рубежа удостоились красавицы в народных костюмах. Для тех, кто рискует потеряться и не успеть на борт, здесь же стойка Туристко-информационного центра Приморского края. А рядом с ней выставка мольбертов от Краевой государственной картины галереи. Правда, сами произведения вроде как можно купить и унести с собой. Например, на круизный лайнер. Это произведения современных владивостокских художников, молодых художников, тех, которые творят здесь и сейчас. Они запечатлевают виды Владивостока и его окрестностей. Это искусство очень актуальное. Это искусство то, которое можно и хочется унести с собой. К слову, в прошлый раз судно посещало Владивосток в 2015 году. За три года лайнер прошел реновацию. На носу появилась новая ливрия компании в виде морской девы. И несмотря на то, что лайнер пришел в приморскую столицу лишь на один день, иностранные туристы успели оценить приморское искусство и посетить основные достопримечательности города. Следующий пункт назначения бриллиантовой принцессы Аомари – центральный порт Японии. Евгений Черемухин, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Первый международный дальневосточный морской салон в Примурье прошел с успехом. Планируется, что в дальнейшем он будет проходить раз в два года. Напомню, мероприятие длилось три дня – с 26 по 28 июля. В нем приняли участие более тысячи человек из России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В различных программах были задействованы представители 21 страны. Всего на площадке морского салона прошло более 15 деловых мероприятий. Главной целью стало обеспечение связей между компаниями-участниками, которые повлекут новые контракты. Заключен ряд важных соглашений. Например, комплекс «Звезда» и «Уралмашзавод» заключили договор поставки двух мостовых кранов грузоподъемностью 320 тонн каждый. В ходе деловой программы участники обсудили актуальные вопросы развития судостроения, инфраструктуры, логистики. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Схема дорожного движения изменится около Приморского океанариума на Русском острове. Запрет на прерывание беременности объявлен в Приморье. Дни тишины в рамках акции «Подарение жизни» действуют до 3 августа. Лучшие бадминтонисты планеты встретились во Владивостоке. В Олимпийце прошел турнир «Рашн Оупен». Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Юлия Ракотская. И мы продолжаем. Схема дорожного движения изменится около Приморского океанариума на Русском острове. Запрет на прерывание беременности объявлен в Приморье. Дни тишины в рамках акции «Подари мне жизнь» действуют до 3 августа. Лучшие бадминтонисты планеты встретились во Владивостоке. В Олимпийце прошел турнир «Рашн Оупен». Дни тишины в рамках акции «Подари мне жизнь» стартовали в Приморье. С 31 июля по 3 августа будет действовать запрет на прерывание беременности. К мероприятиям присоединилась и женская консультация роддома номер 3 Владивостока. В эти дни в учреждении пройдут тематические мероприятия, посвященные теме абортов и важности осознанного родительства. Специалисты также расскажут, какие угрозы для женского репродуктивного здоровья и психического состояния пациентки несут себе подобные хирургические вмешательства. Восьмой канал продолжает проект «От сердца к сердцу». Его мы реализуем совместно с Русфондом. Зрители узнают о детях из Приморья, которым очень нужна ваша помощь. У 17-летнего Алексея Стуклова тяжелая травма позвоночника, последствием которой стал полный паралич ног. Леша – круглый сирота. В ноябре 2017 года мальчик проходил реабилитацию в Краевом клиническом центре во Владивостоке. Тогда оплатить необходимую терапию иммуномодулятором пентаглобин помогли телезрители «Восьмого канала» и читатели Русфонда. Сейчас Леша уже сам садится, у него восстановились функции рук. Однако реабилитацию необходимо продолжить. Но полисом ОМС такое лечение не покрывается. А взять средства негде. Мальчик – воспитанник школы-интерната. Подробнее об этом Анна Бережная. Совсем недавно Леше были недоступны даже самые простые и недолгие движения руками. Когда в январе 2018 года съемочная группа «Восьмого канала» встретилась с мальчиком впервые, он с трудом выполнял специальные упражнения. Но уже сегодня Леша добился первых серьезных успехов в борьбе с тяжелейшей травмой. Что сегодня делал? Ну, сидел. Отжимался. Что еще? Какие еще упражнения бывают? Руками махал туда-сюда. Леша – воспитанник коррекционной школы-интерната города Находки. Его родители умерли несколько лет назад. Прошлым летом мальчик сорвался с тарзанки. Падение обернулось трагедией. У Алексея закрытый перелом позвоночника и полный паралич ног. В ноябре 2017 года Леша поступил в Краевой клинический центр во Владивостоке. Его состояние было крайне тяжелым. Развелись пневмония, туберкулез, образовались пролежни. Врачи центра активно занялись реабилитацией. Однако восстановление шло медленно. Требовалась терапия иммуномодулятором пентаглобина, платить которую тогда помогли читатели Росфонда. И сегодня Алексею Стуклову вновь необходима помощь. В настоящее время программа реабилитации наша ориентирована на то, чтобы его сделать максимально мобильным. Чтобы он мог сам себя обслуживать. Сам мог пересесть, повернуться в кровати, независимо от посторонней помощи. Курс лечения и реабилитации необходимо пройти в специализированном медицинском учреждении, где есть оборудование и обученный персонал для работы с пациентами с подобными диагнозами. Лёше требуется комплексное лечение с курсом специализированного массажа, ЛФК, гимнастики, мануальной терапии, иглорефлексотерапии, физиолечения. Мальчик уже сам садится, у него восстановились функции рук. Однако реабилитацию обязательно нужно продолжать. Мы очень хотим в самое ближайшее время пересадить его на коляску, чтобы возить его непосредственно в наш центр реабилитации, где возможности технические использования специальных тренажёров ещё быстрее дадут этот результат. Поэтому все наши усилия на это направлены, чтобы максимально быстро его сейчас усадить. Во Владивостоке курс можно пройти в медицинском центре ДВФУ, но он не может быть проведён по полису ОМС. Его проходят исключительно на платной основе. Поэтому директор школы-интерната, где воспитывается Алексей, вновь обращается за помощью в Росфонд. На реабилитацию необходимо собрать более 150 тысяч рублей. Чтобы помочь Алексею Стуклову, необходимо отправить сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. И тогда мечты Лёши о выздоровлении станут реальностью. А как думаешь, если сейчас-то 10 дней реабилитации прошёл, если ещё больше чуть времени пройдёт, тебе станет попроще уже в коляске? Да. Анна Бережная, Станислав Лазебный, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. За организацию съёмок благодарим трампункт медицинского центра «САНОС». Я напоминаю, помочь приморским подопечным Росфонда можно несколькими способами. Вся подробная информация есть на сайте благотворительного фонда, а сделать это прямо сейчас можно, отправив СМС-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Количество отправленных СМС с одного номера не ограничено. На спортивной набережной состоялся книжный маркет «Море-море» – мероприятие, посвящённое книгам как приморским, так и российским и зарубежным. Участниками стали многие издательства Владивостока, книжные магазины и библиотеки. О том, чем радовали книголюбов и об актуальности книг во Владивостоке, узнала и наша съёмочная группа. Многих писателей манила романтическая притягательность шума прибоя, морских пейзажей и маяков. Книжный маркет «Море-море» по признанию организаторов – своеобразный реверант с книгам, которые уходишь читать ранним утром один на берегу. Такой подарок жителям и гостям приморской столицы сделали библиотеки Владивостока. Мы решили, что пора делиться с читателями теми книгами, которые нам приносят на полке книгообмена. Собрали по всем библиотекам самые интересные, классическая литература, современная, какие-то собрания сочинений. И просто раздаём их тем людям, которые хотят их взять. Они пользуются большим успехом. Любители окунуться полностью в море написанных слов смогли найти здесь абсолютно всё – от романтических повестей до остросюжетного детектива. В рамках маркета прошли и спецпроекты. Состоялись обсуждения книг приморских авторов, чтения пьес, а также просто живое общение с писателями. К слову, на мероприятии присутствовала и владивостокская писательница Татьяна Таран, которая всем желающим дарила свою последнюю книгу «Никто не ангел». Таким образом я рассказываю о своём творчестве и знакомлюсь с людьми, и получаю от них тоже какой-то ответ о нашем городе. Мне признаются в любви именно к нашему городу. Помимо книг на маркете были представлены авторские блокноты, наклейки, открытки и даже поэтическая линейка одежды литератора Ивана Ахмадиева. Особенность этого претапорте в том, что платье – это книга, при помощи гаджета считывается QR-код и в телефоне или планшете появляется текст. Это сборник поэм моих, которые не выходили в других сборниках. Я, наконец, собрал всё, что не вошло. Поэмы написаны с 2008 по нынешние годы. Ну и вообще в литературе современной практически нет жанра поэмы, и я очень рад тому, что и у меня получилось это сделать, и получилось это в итоге оформить в виде книги. Современные технологии прочно вошли в нашу жизнь и продолжают удивлять и увлекать нас всё больше и больше. Но организаторы отмечают – книга до сих пор любима приморцами. Жители Владивостока продолжают читать много хороших, разных, интересных книг, интересоваться литературой и современной. И у читателей очень разнообразные вкусы, потому что каждый человек может найти что-то для себя, и люди любят там и нон-фикшн, и художественную литературу, и какие-то необычные форматы. Владивосток любит читать. Книжный маркет «Море-море» можно смело поставить в ряд с другими литературными перформансами приморской столицы, такими как «Библионочь» с лекциями, мастер-классы и поэтические выступления. И пока такие культурные программы привлекают жителей, настоящая книга не потеряет своих читателей. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Около Приморского океанариума изменится схема дорожного движения. Об этом сообщает Управление дорог и благоустройства администрации Владивостока. Изменения произойдут по улице Академика Касьянова в районе остановки Приморский океанариум. Здесь будут установлены знаки «Въезд запрещен», «Дорога с односторонним движением», «Окончание дороги с односторонним движением», «Уступите дорогу», «Остановка запрещена» и «Дети». Это делается из-за необходимости обеспечить достаточное пространство для разворота автобусов, а также связано с обеспечением безопасности жизни и здоровья граждан, находящихся на данной территории. Международный аэропорт Владивосток выбрал собственный символ. Им стал дальневосточный леопард по имени Хорс. Аэропорт уже давно сотрудничает с Национальным парком «Земля леопарда». Например, устраивает тематические фотовыставки, посвященные пятнистым хищникам. В июле 2014 года сотрудники получили право дать имя одной из самых редких кошек планеты. Зверь был назван Хорсом в честь славянского бога Солнца. Владивосток – город на востоке России, который одним из первых встречает рассвет. И пятнистый хищник с солнечным именем будет достойной яркой визитной карточкой аэропорта. Инсталляция с выбранным символом скоро появится в центре аэровокзального комплекса. Хорс будет изображен грациозно лежащим на Приморской скале. Кроме того, аэропорт порадовал еще одной приятной новостью. 5 августа запустят новый регулярный рейс – Владивосток-Пусан. Он будет выполняться три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. 5 августа в 18 часов в здании аэропорта Владивосток состоится торжественная церемония запуска авиарейса. Международный турнир «Рашн Оупен» завершился во Владивостоке. В течение недели лучшие бадминтонисты планеты боролись за награды и важные рейтинговые очки. В числе призеров оказались и российские спортсмены. О том, как прошли финальные игры турнира, расскажет Максим Яковлев. Целую неделю бадминтонисты 18 стран мира боролись за медали этого турнира. «Рашн Оупен» подошел к концу, однако его итоги не пройдут незаметно. Финальный день отметился как сюрпризами, так и яркими матчами, в которых выступили сильнейшие спортсмены. Поднялся призовой фонд, он стал в 75 тысяч долларов. И, соответственно, поднялся, самый главный для спортсменов результат такой – это рейтинговые очки. Сейчас этот турнир дает рейтинговые очки на отбор уже на предстоящие Олимпийские игры. До решающих встреч добрались не все. Например, мужская пара из России Константин Абрамов и Александр Зинченко были вынуждены сняться с соревнований по медицинским показателям. Вдобавок, они и еще многие именитые спортсмены не рискнули доигрывать турнир и в торопях отправились на чемпионат мира, который стартовал в Китае. Но без наших бадминтонистов финал не остался. За золото боролся представитель клуба «Приморье» Владимир Иванов. Со своим постоянным напарником Иваном Сазоновым он взял только бронзу, однако была еще надежда на матчи смешанных дуэтов. Здесь опорой нашего игрока стала девушка из Кореи. Такая международная микс-пара получилась довольно спонтанно, однако это не помешало Российско-Корейскому Союзу взять верх над соперниками из Индии и завоевать первое место. В рамках подготовки к чемпионату мира наш главный тренер Клавдия Майорова решила поставить нас и просто получить дополнительную игровую практику, что как бы удалось сделать. Вчера мы проиграли пару в полуфинале малазийским спортсменам, но сегодня удалось победить. И я думаю, что это хороший старт и хорошие такие положительные эмоции перед чемпионатом мира. Я в течение полугода вообще не играла, все это из-за травмы, поэтому было нелегко. Это мой первый визит в Россию, турнир отличный, понравилось работать с Владимиром. Соперники были очень сильными, поэтому нам во многом просто повезло. Но другие российские игроки не остались без наград. В том же миксте бронзу взяли Евгений Дремин и Евгения Димова. В мужской паре серебро у Константина Абрамова и Александра Зинченко, а Владимир Мальков отметился бронзой в мужской одиночке. К слову, в этих одиночках спортсмены не жалели себя, и матчи завершались после трех партий. Саураб Хверма из Индии первую партию против японского спортсмена проиграл, но руки не опустил и буквально выгрозь себе золотую медаль в конце третьего отрезка. Японец был очень тяжелым соперником, я очень нервничал. Проигрывая, я решил уделить внимание его ошибкам, поэтому смог вернуться в игру. В России раньше уже играл, но это первая победа в вашей стране. Это позволит мне вернуться в рейтинге в лучшую тридцатку игроков. Для многих спортсменов традиционный турнир «Рашин Оупен» в этом году и вправду стал этакой взлетной площадкой перед чемпионатом мира в Китае. Теперь именитым бадминтонистам предстоит побороться за награды в гостях у королей этого вида спорта. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Глава Владивостока поручил усилить работу комиссии по контролю за содержанием пляжей, особое внимание к деятельности веревочников и незаконной торговли. Осенне-летние гидравлические испытания стартовали во Владивостоке. Без горячей воды остались порядка 40 улиц. Бриллиантовая принцесса вновь зашла во Владивосток на борту океанского лайнера свыше двух тысяч туристов из Японии. Книжный маркет устроили на спортивной набережной. Любители моря написанных слов смогли найти здесь издание на любой вкус. Работающим пенсионерам поднимут пенсию. Перерасчет ждет тех, за кого работодатели платили страховые взносы. Запрет на прерывание беременности объявлен в Приморье. Дни тишины в рамках акции «Подари мне жизнь» действуют до 3 августа. Лучшие бадминтонисты планеты встретились во Владивостоке. В Олимпийце прошел турнир Russian Open. На сегодня это все. Не что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp его номер, вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал «Главное. Владивосток». В этом году Приморский край отмечает 80 лет со дня своего основания. Богатая история, развивающаяся экономика, насыщенная событиями культурная жизнь, спортивные победы и, конечно, люди, которые живут на этой земле. Повод гордиться своим краем. Чтобы еще раз напомнить, чем славится Приморье, к юбилею выпущена серия видеороликов. Первый из них посвящен уникальной природе, ради которой люди отправляются в удаленные бухты и поднимаются на вершины гор. И сейчас любуемся родной природой вместе, без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Рогоцкая. Увидимся на Восьмом. Приморский край отмечает 80 лет со дня основания. Один из поводов для гордости жителей края – его природа, которую по-прежнему удается сохранить в первозданном виде. Окруженный с трех сторон морем, приморский край – жемчужина дикой природы России. Уникальное расположение и особый климат создали синтез сибирской тайги с тропическими джунглями. Здесь можно встретить вековые кедры и обвитые лианами деревья. Тут водятся привычные бурые медведи и диковинные дальневосточные леопарды. А хозяином леса по праву считается амурский тигр, которого у нас называют уссурийским. Среди жителей нашей страны и зарубежья приморский край славится своей морской природой. Это покрытые густой зеленью необитаемые острова, чьи скалистые берега возвышаются над гладью Уссурийского залива. Визитная карточка края – раскидистая корейская сосна, которая обвила корнями скалу прямо над бушующим морем. Это удивительный подводный мир, где можно встретить жителей северных и южных широт – от морских котиков до тропических скатов. Здесь часто встречаются настоящие киты, которые заходят даже в Амурский залив, гоняясь за косяками селедки. На реки Приморья из Охотского моря, преодолевая сотни километров и крутые течения, на нерест отправляется красная рыба. Дремучая тайга, воспетая знаменитым исследователем Владимиром Арсеньевым, больше ста лет назад и сегодня не перестает удивлять даже самых искушенных путешественников. Леса, которые сродни непроходимым джунглям, являются домом для самых редких видов животных. В Красной книге Приморья – 283 вида млекопитающих, птиц, рыб и насекомых. Вот почему больше третьей территории Приморья находится под особым статусом заповедника, заказника или национального парка. Природа Приморского края, многообразие ее флоры и фауны – предмет особой гордости приморцев. «Это наше достояние, за сохранением которого мы бережно следим и хотим, чтобы наши дети и внуки могли прикоснуться к ее удивительному миру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова